Всем здорова, друзья! Вы на канале ММА Ки-Зет и сейчас обсудим самые актуальные новости в мире ММА за последний час. И начнем мы с свежака. Согласно сообщению портала Flow Combat, со ссылкой на собственные источники, промоушен UFC пытается организовать 100% блокбастер в полулегком весе, сведя на одном из летних турниров второго номера рейтинга Брайана Артегу и шестого номера Забита Магомед Шарипова. И скорее всего это случится 27 июля на турнире UFC 240. На данный момент организация до сих пор не определилась с местом проведения данного турнира, но сообщается, что возможно это будет в Канаде, город Эдмонтон. Сейчас Магомед Шарипов идет на серии из пяти побед. В крайнем выступлении Забит единогласным решением победил Джереми Стивенса. Артега же последний раз выступал на UFC 231, когда техническим нокаутом проиграл Максату Холлоуэю. В общем, бой то, что надо. И если Забит одержит вверх в этом поединке, то несомненно станет основным претендентом на чемпионский пояс. А теперь к другим новостям. Бой между Куатом Хамитовым и Нариманом Абасовым прошел еще в конце прошлого месяца, а страсти по нему не утихают до сих пор. И причина этому, как считает Куат, неубедительная победа азербайджанского бойца. Это был настоящий чемпионский бой. Не могу сказать, что показал себя на все 100%, но для человека, который вышел с травмой и дрался только левое, это хороший поединок. Я думаю, в реванше вы увидите совсем другое. Бой будет проходить в одну калитку. Нариман это знает и всячески будет избегать этого поединка. Я знаю, он хороший боец, но он также знает, что ему повезло в тот вечер и ему просто подарили пояс. У нас с ним незаконченное дело. Вы сами видели, как судьи тянулись с решением. Если бы он победил, они бы сразу назвали его имя. Но все знают, что он не победил тогда. Нариман не выиграл ни одного раунда. Просто посмотрите бой. Единственный раунд, который можно отдать ему за то, что у меня был перевес, так это пятый раунд. Все остальные раунды он проиграл. Не из-за того, что я в каждом раунде проводил тейкдаун и удерживал его, а просто перебил его одними джебами. Он хавал каждый мой джеб, который я бросал. Просто покажите этот поединок боксерам, они вам все скажут. Весь бой он бил по воздуху. Так бои не выигрывают, заявил Хамитов. Ну а затем у себя в инстаграме выложил пост, где пообещал, что через 4 месяца он снова будет чемпионом. Тем временем новоиспеченный чемпион тут же ответил на критические высказывания Куата. Я просто поражаюсь Куату. Мало того, что он безответственно поступил с весогонкой и бился в перевесе в 3 килограмма, так он еще каждый день выдумывает что-то новенькое. То его засудили, то у него плечо болело, завтра он еще какую-нибудь историю придумает. До поединка он тоже нес чепуху. То не надо тренироваться, чтобы победить. То у него план Б разрабатывается. Не знал уже, как избежать этот бой. Сказочник одним словом сказал Аббасов. Друзья, у меня такой вопрос к вам. Стоит ли провести реванш? Или все-таки Куат проиграл по делу? Напишите в комментах, будет интересно. И напоследок. На днях Конор МакГрегор у себя на страничке в инстаграм опубликовал интересное видео. Видео, на котором мальчик из Казахстана по имени Алис пародировал знаменитую походку Конора МакГрегора. О боже, этот мальчик должно быть стоить миллиарды долларов. Подписал видеоролик Мистик МакГ. И вы только представьте, друзья. Видео набрало почти 11 миллионов просмотров и 44 тысяч комментариев. Вот это я понимаю цифры. Талант Али родом из Казаларды и занимается тэквондо всего 7 месяцев. Но за это время сумел завоевать 5 медалей. 3 на областном, 1 на республиканском и еще 1 на международном турнире. Видео, где Али пародирует знаменитую походку бойца, сняли и выложили в сеть его тренеры. По словам отца, они не отправляли ролик МакГрегору, а как-то сам собой он разошелся по соцсетям. Таким образом, позавчера Али проснулся знаменитым на весь мир. Вот такие вот жгучие вещи были на плаву сегодня. Надеюсь, вы оцените это и оставите свой горячий комментарий. А на этом я с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Как всегда, с вас подписка, а с меня свежие новости. Всем пока.